В этот день, 20 марта 1535 года, началась денежная реформа Ирены Глинской, первая централизованная денежная реформа в истории России. 20 марта 1632 года родился Иван Мазепа, гетман Украины, перешедший в ходе Северной войны на сторону Швеции. 20 марта 1699 года впервые был вручен Орден Святого Апостола Андрея Первозванного, высшая награда российского государства. Первый орден в истории России и долгие годы высший в иерархии русских орденов, Орден Святого Апостола Андрея Первозванного. В воздаянии и награждения одним за верность, храбрость и разные нам и Отечеству оказанные заслуги, а другим для одобрения ко всяким благородным геройским добродетелям. Так гласил Орденский статут. Любопытно, что первым награжденным был граф Федор Головин, он же адмирал, он же первый в круге государя боярин, сбривший бороду. А вот вторым кавалером Ордена был злосчастный гетман Мазепа, переметувшийся позже королю Швеции Карлу. Этот демарш казака, кстати, стал поводом к учреждению другого Ордена, Ордена Иуды, весом 5 килограмм из серебра. Но Мазепе удалось избежать такого награждения. До 1917 года владельцами Ордена Святого Андрея Первозванного стали около 1100 человек. Высшие сановники и монаршие особы. Меньшиков, Суворов, Кутузов, Потемкин. За веру и верность. Вот что гласил девиз Ордена. Понятно, что он никак не мог пережить власти большевиков. Однако в 1998 году Орден Святого Апостола Андрея Первозванного был восстановлен в обновленной России. Одним из первых его кавалеров стал патриарх московский и вся Руси Алексей Викторович. 20 марта 1754 года родился адмирал Александр Шишков, вельможа, один из идеологов правления Александра Первого. Мы видели несколько новейших греческих часовен и могли надевиться буйству и злочестью безбожных французов, которые не оставляли ни одной часовни без того, чтобы не обезобразить лиц святых и не начертать везде на смешливых и ругательных надписи. Эту запись оставил мичман русского флота Александр Шишков. В 1777 году по службе он много путешествовал по Европе. Там и стал свидетелем атеистических буйств французских солдат. На человека, воспитанного в патриархальной православной среде, это произвело большое впечатление. И, как считается, эти чувства ко французам и революционерам в Шишкове останутся навсегда. Умный офицер быстро продвигался по службе, чему очень помогала бойкая перо. Шишков считался большим мастером слова, известен на его научный разбор и перевод слова о полку Игореве. Причем это был не просто кабинетный работник. Шишков принял участие в нескольких военных кампаниях, дослужился до адмирала, вершиной его службы правления императора Александра I. Именно адмиралу государь поручил написание самых проникновенных воззваний к народу в дни нашествия Наполеона. Именно в них эта война впервые называлась народной. И именно Шишков писал обращение к России в дни победы над врагом. Какой пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твердости показала Россия? Войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, словом, все государственные чины и состояния, составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую, только же пылающую любовь к Отечеству, только любовью к Богу. Адмирал Шишков в 1824 году был назначен министром народного просвещения. Также в этот день, 20 марта, родились Дмитрий Сипягин, министр внутренних дел Российской империи, Николай Померанцев, знаменитый реставратор, искусствовед. Человек вроде бы негероической внешности и профессии, Николай Померанцев совершил для России несколько настоящих подвигов. На рубеже 1920-30-х годов он вместе с коллегами из центральных реставрационных мастерских спасал немало предметов старины от своих собственных сограждан. В пору антирелигиозной кампании, когда взрывали церкви и монастыри, они спасали фрески, иконы, хоть что-то. Наконец, в 1934 году советская власть накрыла всех реставраторов. Померанцев был обвинен в том, что мешал мероприятиям по слому и сносу ненужных памятников старины, церкви, старые усадьбы, часовни, монастыри, которые, по показаниям обвиняемых, должны были воспитывать молодежь в националистическом духе. Померанцева сослали в городок Вельск, но и там он сумел спасти несколько ценных реликвий, в частности, большой иконостас. Николай Николаевич умер в глубокой старости, уже в Горбачевское время похоронен на территории Донского монастыря. 20 марта 1935 года под Москвой заработала радиовещательная станция имени Коминтерна. Она была в 2,5 раза мощнее любой другой радиостанции в мире. Таким был этот день 20 марта.